Вообще-то я пришла сюда посмотреть пару майк. Вот это майка Adidas, мне не очень нравится. Стоит она 13 долларов. Ужас. Это уже пумовская майка, она мне больше нравится. Она тоже стоит вроде, кажется, 13 долларов, как и на сзади. Я люблю такие майки свободнее, немножко пониже, чтобы вот скрывала эту часть, потому что иногда легенды так сидят, что не хочется, чтобы там было все видно. Ну и не знаю. Я просто хотела какую-то простую, удобную майку, это как-то... Я, короче, такие майки люблю для спорта. Единственное, она могла бы быть еще свободнее. Это, кажется, уже XL. Странно, да? Вот такие майки мне нравятся. Они вот удобные, красивые, но люблю побольше. Может быть, надо было еще в мужское пойти, отделение забыла посмотреть, там какую-то маечку взять. Она все равно слишком впритык. Я люблю, когда висит. Когда спортом занимаюсь, хочу, чтобы висела. Как вам такая майка Adidas? 15 баксов. Я, кстати, в онлайне на нее смотрела, думала брать, не брать, но хорошо, что не взяла, потому что она неудобная. Она здесь очень сильная. Она прямо жмет, и мне кажется, что я не получаю воздуха, так? Ну, за 15 баксов на сайте Adidas гораздо дороже. Вот майка Nike за 10. Вот это уже больше, по-моему, как я люблю. Такой на спорт самое то. Наверное, за десятку возьму, но еще пойду в мужское отделение, посмотрю, что там такое. Потому что в мужском отделении майки чаще всего дешевле, чем в женском. Nike за 25. Мне такие нравятся на каждый день. Даже кармашки есть. Взять. Взять, не взять. Ну, вроде мне не надо такого. Скоро лето. Наверное, летние вещи покупать надо. Я вообще за это не пошла. Я просто увидела. Не будем брать. Мне это не надо. Кто-то пытался ценник неправильный засунуть. Типа он стоит 11 баксов, потому что этот свитер стоит 35. И кто-то вот такой хитрый взял ценник непонятный. Тоже видите, типа свитер размер L и засунул. Хочу показать, соседки нету. Ее пакет с пятницы стоит. Сегодня понедельник. И он с пятницы стоит. И никто не крадет. И никто не трогает. Вот это называется жить в Америке. Хотим показать наклейка. Настоящий патриот техасски. И не родился даже в Техасе. Он не читается. Что написано? Прочитай. Я не родился в Техасе, но я ее получил как быстро, как я могла. Вот теперь видно. Это прямо про меня. Я не родился в Техасе, но я сюда пришел быстро, как возможно. Так же и я. Что в Америке не встретишь? Что? Чуть-чуть подвинься вперед. Вперед. Еще. Чувак тоже снимает. Вот только что парень пришел, тоже машину снимает. Фоткает. Я ее, кстати, однажды видела. Я Нима проезжала, и она как раз проезжала. Я ее тогда тоже заметила, но у меня не было времени сфоткать или что-то сделать тут. На заправке чисто случайно. Может быть, мне кто-то поможет. Этот кактус засох, или он не испортится, или вот что с ним. Видите, вот этот как выглядит, и вот этот. Что-то с ним не так. Я вроде поливаю, я не знаю, он засох. Кто-то разбирается. Пешеная. Идем. Идем. Фу, давай, идем. Брось. Радостная. С палочкой. Приветики, смотрите, я в майке. А через пару дней опять будет холод. Плюс 8. Сегодня плюс 20. Завтра плюс 24. А через пару дней опять холод будет. Я буду в куртке ходить. Тяруми. Сегодня, не знаю, у меня не столько сегодня, а всю неделю короче, даже больше. Такое настроение. Не могу сказать, что плохое. Оно хорошее. Но я настолько антисоциальна, что даже в магазин не хочу ехать, потому что не хочу видеть людей. Вот. У вас такое бывает? Настолько антисоциальный человек в последнее время, что даже по магазинам не хочется. Просто хочется сидеть дома. Вот. Так что сегодня погода такая нормальная. Решила по девчарке прогулять. Этот парк прямо возле дома. Пару минут на машине по спальному району надо ехать. А я в этом парке. Она радостная. Тепло. Я радостно надела марки. Еще думала, может быть, это какую-то кофту. Но солнце печет. Солнце печет. Так что да. Как раз у нас дожди были. Земля грязная, мокрая. И у чарки лапки будут. Они уже грязные. Первым делом покакали. Теперь пописали. И можно свободно ходить гулять. Кстати, так смешно. У меня, короче, девчонку удалила в инстаграме. Нет. А, окей. Я думала, у меня поводок сломался. Удалили меня в инстаграме. Ну, как бы, окей. Я ее тоже удалила. А сегодня мне пишут с вопросом с помощью. Я таких людей вообще не понимаю, как бы. Вообще меня бесят люди, поэтому я ни с кем не дружу особо. Потому что, знаете, я лично такой человек, меня никто не вспоминает, кроме когда нам нужна помощь. Тогда все вдруг вспоминают Вику. А когда просто так, знаете, помощь не надо, пообщаться с Викой, нафиг никому это не надо. Никого это не интересует. Поэтому я особо и не общительная, потому что я прекрасно знаю, что я никому не нужна. А когда помощь, вспоминают меня. Даже не стремно, что меня удалили из фейсбука, а потом просить помощь и спрашивать чего-то, это нормально, как бы. Такие люди странные, на самом деле. Очень странные. Не понимаю их порой. Вот так вот. Не знаю. В то же время даже настроение было разговаривать, поэтому даже влоги ничего не снимала. Потому что мне было так спокойно, мне было так хорошо. Знаете, даже говорить неохота, а не о чем говорить. Я вот реально все эти дни, пока муж на работе, я была дома, учила, смотрела сериал и молчала. Просто просто такое спокойное, тихое настроение. Внутри меня просто такое спокойствие. Мне кажется, я скоро йогой начну. Медитировать начну. Настолько я спокойная. Что я вам еще могу рассказать? Мы начали опять поиски дома. Уже... Я, кстати, в интернете читала, короче, слово offer. В Google переводчике написано, что слово offer в русском языке есть, но оно используется в экономическом смысле. Так я не знаю, насколько это правильный смысл использовать слово offer. Ой, айс летит. Видите, айс летит. Видно? Большой такой красивый. Не знаю, если слово offer используется с покупки дома, давать offer на покупку дома. Так у нас таких offer... Кстати, напишите, если это правильно или нет. У нас таких offer уже было. На день не успели. Его сразу продали. Даже не успели пойти посмотреть. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. За последние две недели, кажется, у нас было offer. Меня давали. И ни один... Чара! Ааа! Ты! Бешеная. И ни один дом мы не получили. И к вопросу, кто-то спрашивал, из-за чего это? Типа, банк не дает кредит? Нет, у нас кредит на очень большую сумму. Но дело в том, что, знаете, покупать дом у нас здесь, каждый штат, каждый город, там другой рынок. В нашем рынке здесь, в Далласе, в Форт Уорфе, такой большой спрос на домов, что прям целая эта конкуренция, борьба идет. И выходит, что это как бы аукцион, где у вас есть одна попытка дать самый больший ваш offer. И потом уже люди выбирают, которые продают дом, самый высокий offer, который им нравится, выбирают. То есть, например, мы давали по 10 тысяч больше, чем за сам дом хотели, мы не получали дом. Потому что, видимо, кто-то больше давал. Еще проблема, что здесь есть эти хренов инвесторы. Люди, которые скупают дома наличкой. Понятно, что человека с наличкой возьмут в первую очередь, чем нас с кредитом. Как бы тебе сразу наличку дадут деньги и никаких проблем с банком, ничего не... Ну, просто, знаете, меньше возиться. Очень много инвесторов, которые покупают дома. Немножко, может быть, вкладывают у них там, улучают их, а потом их отдают на аренду. И делают бабки. И просто, когда вы предлагаете больше за дом, у вас должны эти деньги в крайнем случае быть наличкой. Потому что, скажем, если дом стоит сто двести тридцать, а мы отдаем двести пятьдесят, и мы получаем этот дом. Потом от банка приходит человек, он смотрит, стоит ли дом вообще двести пятьдесят. И он скажет, нет, дом стоит двести тридцать, то либо мы пытаемся договориться с продавцом, чтобы унизили цену. Либо мы платим эти двадцать тысяч с нашего кармана. Либо мы просто выходим из контракта, и кто-то другой получает этот дом. Потом еще тоже не хочется слишком больше отдавать за дом, потому что, если дом этого не стоит, как бы... Но не хочу я давать за дом много денег, если он этого не стоит. Смотрю, здесь самолеты летают, орлы, аисты. Прям целое небо, какая-то движуха происходит. Пошли! Пошли, девочка! Пошли! Пошли! Поэтому есть какое-то такое, знаете, легкое разочарование. Во-первых, это очень трудно. Каждый раз разъезжать эти дома. Смотреть, потому что некоторые дома находятся в городах час от нас езды. И я каждый раз час туда, час обратно. Посмотреть на дом 20 минут, потом отдаешь свой оффер, потом ждешь ответа, потом не получаешь дом. И так по несколько раз. И, конечно, как бы... Ну, я не знаю, у нас времени много, рано или поздно найдем дом, как бы... Как наш риэлтор говорит, где-то там есть дом, который нас ждет. Поэтому я тоже уверена, просто надоедает вечно получать все эти отказы. Я в инстаграме тоже, кстати, про это писала. Ой, орел откуда там взлетел. В инстаграме писала тоже про... Что я никогда в жизни столько много разочарований не получала. С тех пор, как начали искать дом за буквально месяц. То есть столько много раз меня не отказывали, как с поиском домом. За всю жизнь столько много отказов я не слышала. Но это было, наверное, водичку взять, а то достаточно тепло. И да, если вам интересно, в инстаграме я очень часто выкладываю инстасторис, выкладываю фотки гораздо чаще, чем на ютуб. И подписывайтесь на мой инстаграм, если вам интересна моя жизнь, или вы хотите больше от меня видеть, от Америки, читать мои мысли, или просто быть на связи, переписываться. Инстаграм — это the place to be. Так хорошо, никого нету. Вот я обожаю этот парк. Среди недели никого нету. Пустота. И нет, я не боюсь. У меня газовый баллончик. И тут повсюду жилые дома, так что нечего бояться. Единственное, знаете, я боюсь меи. Я не боюсь людей. Нет. Я боюсь меи, потому что они здесь могут валяться на солнце, греться, и я могу не увидеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова